Интересные лучшие портреты, в принципе, их вообще около ста. Но если их выставлять в стиле, мне кажется, надо уже делать какую-нибудь книгу, печатать что-нибудь в этом духе. И вот это такой вот небольшой промежуточный этап. 100 фотографий – это именно звездных книг? Да, звездных книг. То есть разных, разных, разных книг. Дело в том, что есть люди, на которых просто невозможно пройти. Ну, например, вот Сергей Ветов. Ну, я вам расскажу, наверное, отдельно, и потом, потому что это отдельное впечатление на него ярко. Есть люди, которые… Ну, вот, ты видишь человека и понимаешь, что перед тобой личность в первую очередь, мастер своего дела, профессионал, художник, режиссер. И тебе, конечно, очень хочется его запечатлеть. Вот. И вот так постепенно собрался этот материал, и я сделал такую выставку. То есть, в принципе, на самом открытии был еще такой многочасовой мастер-класс, в принципе. Ну, он растянулся вообще на два дня даже. Потому что оказалось, что показать людям проекты, сделанные за 15 лет работы, за два часа, это просто нереально. Даже если делать это бегом-бегом-бегом. Потому что проекты в самих наукладах стиль. Вот. Кроме портретных фотографий. То есть, там замечательные иные, вот, включая детство построить, какие-то первые вещи, более алангардные, хулиганские. Вот. И, соответственно, потом вот это все, оно требует какого-то выхода, да. И вот, собственно, ну, вы можете увидеть эту выставку. Ты знаешь, ну, нет же такой задачи, вот, обязательно сегодня совершить подвиг. Да, иногда, допустим, ты выходишь из дома, возвращаешься домой, понимаешь, что сделал, ну, минимум, три классных фотографии, и это праздник, действительно. Иногда можно пойти, допустим, на рыбалку или пойти в музей. То есть, нельзя быть постоянно щелкающим человеком. Мне понравилось, как Картель Брассон сказал, у него была такая фраза, что-то вроде, что вы не можете постоянно фотографировать, точно так же, как вы не можете постоянно петь, например. Это было бы очень странно. Вот. Но помните, добавил он, что ваши лучшие фотографии, это сливки, а чтобы сделать сливки, нужно много молока. То есть, здесь есть некая такая вот золотая середина, то есть, нужно фотографировать, несомненно, много, постоянно, да, но не можешь наниматься этим в каждый момент. Вот было бы странно, если бы я сейчас фотографирую, допустим, тебя. Ты знаешь, да, где-то я встречал, кто-то из них приезжал в Ростов, вот здесь сейчас нет фотографии Бориса Михайлова, я его снимал в Москве. Вот. И наиболее известный фотограф, вот, скажем так, его сложно назвать российским, да, потому что формально он украинец. Он живет в Германии, и, в принципе, это фортуга бывшего СССР. Вот. Примерно так. Да, здесь их такое число. Понимаешь, на самом деле местоположение, оно совершенно неважно. Ну, вот, зачастую, когда ты фотографируешь звезду, есть одно очень важное ограничение, это время. То есть, все это приходится делать очень быстро, потому что у людей, у них очень плотный график, и буквально, может быть, фотосессия продолжается 10 минут, и это уже много. Но я прочитал как-то о том, что портрет Уинстана Черчилля, портрет Уинстана Черчилля, который сделал когда-то Юсу Карш, один из моих любимых фотографов-портретистов, он был сделан вообще за 4 минуты, потому что у Черчилля просто не было большого времени. То есть, в принципе, фотограф, который снимает знаменитости, он всегда находится в таком небольшом цейкноте, можно сказать, да? Но это, напротив, тебя стимулирует к тому, чтобы работать четко, быстро и оперативно очень, решать разные вопросы.